Дизель Шоу Итак, украинский губернатор улетел отдыхать на Мальдивы как раз тогда, когда в Украине настала непогода. Егор Егорьевич, а это нормально, что мы на Мальдивы улетели, пока в стране чрезвычайная ситуация? А шо там за чрезвычайная ситуация? Знову кто-то на крышу выперсять, и шо? Да не, опять снегу навалило. О, снегу навалило, то у нас кожного урока такая ситуация. А мы здесь с тобой для чего? Ну я говорю, бухать, отдыхать, бухать. Толик, мы здесь для того, чтобы думать, как помочь людям. А, понятно. А ты о людях вообще не думаешь. Че это я о людях не думаю? Ну стоишь и загораживаешь мне солнце, Толик. А, это солнце? Ладно, пойду покупаю. Иди, иди, иди. Господа, давайте начнем совещание. Из-за сильного снегопада у нас критическое положение в 20 областях. Да, 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 но я могу смело уверить, что каждый наш губернатор работает, жертвуя сном. Да, почему в таком случае разрывается горячая линия? Хорошо. Если вы хотите убедиться, давайте позвоним любому из губернаторов. Отличная идея. Давайте наберем Крутоголова. Вы уверены, что Крутоголова? Да, давайте именно Крутоголова. Если у них нормально, то и во всей стране хорошо. Вы же знаете, у них самая безответственная область. Но вы думаете, он на месте? Да я уверен, что он на рабочем месте. У него же подписка о невыезде. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло, Егор Григорьевич? Ну? Говорить можете? С утра еще не мог ходить. А еще трохи отошел. Могу вошел. Ну как вам зима? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Лучше зима в моей жизни. Подождите. Как у вас с погодой? А-а-а. Так класс. Повезло. Вчера, правда, ветер ду, а сегодня солнце шпарит, что глухонемое. У них даже с погодой бардак. Скажите, температура какая? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Минус сорок, а что? Господи, минус сорок. Ну это же просто ужас. Катастрофа. Поэтому разрывается горячая линия. Я не понял. А это кто? Это Олег Петрович из Министерства. Скажите, вы на работе? Уже да. Егор Григорьевич, мы наберем вас сейчас по видеосвязи. Я так понимаю, у коллег есть вопросы. Да, да. ТОЛЕК, ТОЛЕК, СОС, СОС. Уже идут, уже идут. Не тот, не тот, не тот. Девочки, не тот. Скайп, скайп. О, СОС. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Лопату, быстро. Лопату, лопата. Так, сейчас. Ой, ой, ой. Ой, ой. Доброго дня. Вообще-то, 3 часа ночи. ТОЛЕК, ТОЛЕК, ЗАРАБОТАВСЯ. У нас тут такий снегопад. Все занесло, геть вообще. В общем, надо идти из них убирать. ТОПОБАЧЕНЬ. Да подождите, куда? Вы же только что говорили, все в порядке. А, ТОЯ ТОЙ. ТОЯ ДО ТОГО, ЯК МЕНЕ СОСУЛЬКА ПО ГОЛОВЕ. Подождите, подождите. Слушайте, ну это же не ваша работа. Вы же должны контролировать работу коммунальных служб. Ну да. Но эти ж службы требащие откопать. А почему вы в шапке? У вас что, там не топят? В натуре. ТОПЯТЬ, ТАК ТОПЯТЬ. Все, дыхнуть сложно. Фу, блин. Игорь Игоревич, поднесите ноутбук к окну. Шо, шо, шо вы кажете? Можно к окну? Ну, к окне, конечно, что меня спрашиваешь. Поднесите ноутбук, чтобы мы видели улицу. Конечно, сейчас. Вот это вы, вот как тут у нас топят. Что ж, ноутбук расплавился и прилип. Вот так вот у нас топят, да. Шо, 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 шо? Кто у нас такой сладенький? Ты мой пончик. Ты мой пончик сладенький. Это кто такая? Это секретутка, секретарша. Моя, моя, и ты, я через часик подойду. А у меня вообще-то оплата почасовая. Да помню. Так, подождите, вы что, почасовой платите? Вот такая у нас в области высокая зарплата. Так, я не понял, это еще кто? Ну, массаж, ну, массаж, ну, массаж, ну, ну. Кто это? Это кочегар наш. Вот кто у нас тут топит так, что аж сам обулился. Да что за шуточки? Кто это такой? Не, он еще же по совместительству мой заместитель по снегу. Заместитель по снегу африканец? Да. Вот вы в Африке снег бачили? Вот и у нас не будет. Они там что-то про этот снег знают. Гоу, гоу, лейтер, массаж, лейтер. Егор Григорьевич, я в туалет хочу. Стой, Толик, стой. Если эта стена куда-то пойдет, то мы сейчас с тобой вдвоем обостремся. Егор Григорьевич, с кем вы там разговариваете? С вами, Тики, с вами. Так, я не понял. Это что такое? Вы что, пьете на рабочем месте? Не, вы что таки кажете? Это директор нашего водоканала. Принес образцы воды для пробы. Не, подождите, а почему она такого цвета? А это у нас в Ингульском районе, воно с глиною иде. Ну, быть можно, быть можно. Но, честно говоря, лучше, лучше, конечно, у нас из центрального района. Там практически артезианская. Вы закончили? Что вы делаете? Да я соль пробую. Мы тут чем попало улицы не посыпаем. Пусть все равно вот так это закусить. О-о-о-о. Подождите, это что, амар? А-а-а, нет, символ Нового Горока. Символ Нового Года, это желтая собака. Ну, собаку якось негуманно. Мы поэтому амара сварили. Ой, ё-моё, на, иди отсюда. Смотрите, вы что, ему наличкой платите? А то же гроши на покрашение воды. Вы нам передаете, а мы сразу на покрашение, да. Егор Григорьевич, сейчас снег тает, начнёт. Будете в луже сидеть. Толик, лучше в луже, чем в прокуратуре. Егор Григорьевич, какая ситуация на объектах? На каких объектах? На ваших стратегических объектах ситуация какая? А у нас же есть стратегические объекты. Егор Григорьевич, с кем вы разговариваете? С президентом? Я с ним завжди советуюсь. Так, я повторяю, ситуация на объектах какая? Сейчас узнаем. Други-други, ответьте первому. Други-други, первому, приём. Ну, что там? Зараз антенну поправлю. Да я шо, другий? А шо я шо, Олег? Други-други, приём. Перший-перший, все в порядку, работаю. Ось, значит, работают. Что, один человек, а где остальные ваши люди? Сейчас узнаем. Третий-третий, ответь первому. Третий-третий у нас трохи туповатый. Все доброе, что я другий. Егор Григорьевич, уточните, как ситуация со снегом. Щас уточним. Шо там за ситуация со снегом? Шо, снег, щас буде. Щас буде. Вот, брат, как ты спросил. Лучше снежок. Это что, у вас там наркотики? Вы вообще там охренели? Да вы что? Это демонстрационный снег. Для демонстрации работы коммунальных служб. Ось, бачите, снег идёт, 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 идёт. Потом выезжают бультазера и подравнивают всё вот это вот так аккуратненько, аккуратненько, прямо под бордюрчики. Потом, значит, мы взяли гроши, шо вы нам дали на покращения, и купили на них снеговсасывающие машины. И вот так машина идёт, и рация убрала дорогу. Мы потом смотрим, а чё и кольцевую не сделать, а на? Срубили кольцевую, смотрим, шо есть мощность отойти до Киева. И пошли, пошли, пошли. Аж до Бориспоя. Аж с Бориспоя мы уже поедели. Егор Григорьевич, с вами всё в порядке? Такого снегопада, такого снегопада, давно не помнят здешние места. Заработался человек. А снег не славы падал, а снег не славы падал, земля... Егор Григорьевич, вы молодец, продолжайте в том же духе. Отдохните обязательно. А, снег... Вот видите, а вы переживали. Мы можем контролировать всех этих губернаторов, отдыхая на горе. Всё, ребятушки, мне как стою. Все кружится, летай, летай. Дизель Шоу Зять вернулся с горнолыжного курорта со сломанной ногой. Но всё равно счастливый. Потому что тёща сломала обе ноги. Получается, два-один в его пользу. А теперь представьте, знакомая вам семья на горнолыжном курорте. Ну, мама, открываем глаза. Сюрприз! А-а-а! А-а-а! Да тихо, мама, тихо! Мы в горах. Мало ли, честловина сойдёт. Тихонько. Куда ты меня припёр? Ну как куда? На горку? Вы же сами хотели научиться кататься. Вот я вас привёл. Я хотела научиться просто кататься, а не съехать в травматологию. Мам, да чё вы начинаете? Это самая простая горка. Детская, так сказать. Здесь все учатся. Детская? Ага. Да здесь даже людей нету. Ну я ж говорю, детская. Все уже научились. И уже давно катаются. Вон, смотрите, вот там вот, вот чуть ниже облаков. Вон, поехали. О-о-о-о! Вон, 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 мелкие такие. Саня! А, да. Я тебя прошу, давай спустимся на подъёмнике. Мы, во-первых, когда сюда поднимались, после вас подъёмник как бы на ремонт закрылся. Поэтому у нас с вами один только выход. Какой? Вниз. Только вниз. А там уже кому как повезёт. И пусть снег вам будет пухом. Шо? А, говорю, снег сегодня, смотрите, какой классный. Как пух. Кататься одно удовольствие. О-о-о-о-о! Самоубийца? Да нормальная она, нормальная. Кеннифорда из камикадзе? Внизу сфоткайтесь, внизу. А after she die, yeah? Все будет хорошо. Ага, окей. И шо эти чисто хотели? Ну понятно, что. Без очереди спуститься хотели? Хоть Европа, халявщики, а? У них даже лыж нету. Конечно нет. Я же говорю, горка, детская. Тут и на попе спуститься можно. Она такая, как у вас, шеф. Завидуй молча. Саша, Саша, Саша. Если доползла, подъемник-то не работает. Саша, зачем ты притащил маму на черную горку? Какую черную? Белая горка, нормальная. А, черная горка. Самая опасная. А брехало брехло? Учебная. Так учебная я вам говорю. Вы же мне тоже когда-то рассказывали, что, мол, поехали на рыбалку. А в итоге куда? На огород приехали. Какая низкая месть. Теперь я знаю, откуда ноги растут у этого экстремального отдыха. Сначала дайвинг с акулами. Да ладно, мы ж в клетке были. Да, ты был в клетке. А я в открытом море, в масках, в ластах, еле эту акулу руками задушили. Рыбку жалко, конечно. А катание на слонах. А со слонами что не так? А кто сказал этому идиоту-погонщику залезть ко мне на спину? Все. Ну, перепутал индус. Молохольный. Саша, зачем вообще этот экстремальный отдых, если ты и так маме первой даешь платежку читать? Вот видишь, Вика, ничего ее не берет. По стране, значит, волна инфарктов прокатилась после этих платежек. А ей хоть бы хны. Дурак. Здрасте. Ну что, как, снежок? Ехать можно? Ой, боже, вы не боитесь спускаться, нет? Вы что, я пятый год здесь приезжаю, на всех горках покатался? А с этой без травмы никак не получается. Ничего, сегодня мой счастливый день. Может, не надо, мужчина? Вот, мама, запомнили? Вот таких ошибок не делайте. Давайте, мамуль, спускайтесь. Ты что? Я не буду спускаться. Я еще внуков хочу понянчить, между прочим, твоих детей. Так, вот, Вика, можно с тебя на секундочку? Вот скажи мне, пожалуйста, мы с мамой в однокомнатной квартире вместе живем, так? Так. Так. На отдых мы тоже вместе с мамой ездим, так? Так. Вопрос. Откуда у нас могут быть дети? Так. Найми заместителя. Да при чем здесь это? Вообще, нанял бы маме инструктора. Ха, интересное дело. Я, значит, хотел бутылочку коньячка в Дьюти Фри взять. Так вы мне, нет, мы экономим. А маме мы, значит, инструктора. Шикуем. Доченька, давай вызовем вертолет, и он нас заберет. А его нет. Да не придумала еще таких вертолетов, чтобы вас поднял. Саша. Да он даже спускаться не будет. Он сверху посмотрит и скажет, Йети захватил людей в заложники. Я бы тебе эти Йети оторвала, дай спуститься. Саша. Саша, придумай что-нибудь. Ладно. Мама. Через пять минут внизу обед. Нет. Нет. Я сделал все, что мог. О, Саша. О, Господи. Это волки? Они нас съедят. Конечно. Саша, ну что ты пугаешь? Вика, то нам-то что переживать? Им мамы на неделю хватит. Мели, Емеля, твоя неделя. Слушайте, мам, ну давайте уже спускайтесь вниз. Там внизу оператор ждет. Ты что, заказал оператора, чтобы снять мамин спуск на память? Конечно. На память. На вечную память. Да, в смысле, я хотел сказать это. На добрую, на добрую память. Представь себя, мама сейчас такая. Дурак, что ли, вообще? Че? Ничего. Ну что? Черная огурка. Два выпитых зуба и рука, это все, что ты можешь. А ну еще разочек. Мужчина, может, не надо? Может, не стоит? Это мужчина. Их. Иди, 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 иди. Иди. Это ужас какой-то. Вот. Сейчас ошибок гораздо меньше. И у вас, мама, все получится. Серьезно. Ну вспомните, как мы с вами вместе на снегоходе. Да это ты на снегоходе. Мама уцепилась. Потом не могла руки расшать неделю. Ну хорошо. На катке, как мы с вами. На речке? Какая разница? Каток, речка. На обычном катке лед не проваливается. На самом деле, под твоей мамой и на обычном катке лед проваливается. Так. Что? Мамуечка, ты главное не нервничай, не переживай. Вот не надо бояться. Надо довериться своим инстинктам. Инстинкт самосохранения обязательно подскажет вам, что надо делать. Какой еще инстинкт самосохранения? Ну вот тот, который разрешает мне жить с вами уже 10 лет под одной крышей. Ну, мам, ну на самом деле я помочь вам хочу. Ну вот я когда был маленький, меня батя как плавать учил. Взял меня, кинул просто в речку. Ничего, я выгреб. Сейчас ты у меня отгребешь. Уголечка. Спокойно. Слушай, зятюк, а сам-то ты кататься на лыжах умеешь? Да, ну, скажи. Нет. Сейчас я тебя научу. Мама, ну не надо, пожалуйста. Я понял. Лыжи это не мое. Это опять. А вот сноуборд. Это то, что нужно. Спасибо, мужики. И дальше я сам, вон этих спасайте. О, спасатели. No, 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 no. We're saving women and children. Thank you. Thank you very much. Что значит женщины и детей? А я? А ты с мужичком спустишься. Давай, мужик, ко мне. Поехали. Спасибо. 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 Только папа может пойти кататься на санках, а вернуться на бровях. 24 новых слова выучил сын, пока папа падал с горки. Итак, папаньки с детьми вышли во двор покататься на санках. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Молодца. Красава. Ну, ты запомнил все, что я тебе сказал, сынок? Да. Ну-ка, повтори. Когда заеду на горку, поставлю на ручник. Если захочу поддрифтить, отключу систему АБС. Правильно. А если заеду в сугроб, включу блокировку дифференциала. Молодец. В случае, если менты будут доканывать, на тебе ксиву. Ну, в принципе, все. Порхай, как бабочка. Жаль, как пчела. Молодец, давай. Так, сыночка, давай еще раз все проверим. Ты в наколенниках? Так, в налокотниках. Хоккейные щитки есть? Хорошо. Ты в двух шарфиках? В трех свитерках? Отлично. В двух шапочках? Молодец. Аптечка в саночках есть? Хорошо. Витаминчики в кармане есть? Хорошо. Ну, вроде все. С Богом. Поехали. Вы что, в космос собрались, что ли? Нет. На горке кататься. Но это, между прочим, очень опасное занятие. Ну да, ну да. А вдруг ребенок захочет в туалет? То как? Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Мы в Панкерсах. Ага. А он? Он тоже. Ну класс. А он в этом всем не задохнется? Ну вы что? Ну вы же видите, трубочка для воздуха специальная. Сыночка, можешь идти кататься. Только на горку не залазь. Катайся внизу, чтобы папа тебя видел. Вот, держи саночки. Все, давай, с Богом. Беги, пацан. Хотя ты в этом вряд ли далеко убежишь. Да. А вы своему двое колготок одеваете или трое? Ты чего? У меня ж пацан, а не баба. Какие колготки? Термобелье. Мы тоже долго думали, колготки под термобелье одевать или на термобелье. И что решили? И так, и так одели. Правильное решение. Все, давай, малой, иди кататься, я тебя здесь подожду. А на чем же он кататься будет? Уй, ё, малый, иди сюда. Блин, санки забыл. На, понял, вот так, раз и погнал. Вы не боитесь и так просто ребенка на горку отправлять? У него защита какая-то есть? Ну, он крещеный. А вы не боитесь? А что бояться? Санки застрахованы, полная каска. О, слышь, мужик, я вот это хотел все узнать. А можно в этой страховке только одну голову застраховать? Может, лучше всего ребенка целиком? Ты почему тут ребенок, ё-моё? Себе я хочу голову застраховать. Потому что если малый санки порвет, меня жена дома вообще сковородкой башку мне снесет. Ага. Я так понимаю, уже прилетала, да? 36 раз. Сыночка, ты почему без шапки? Ну, шапку одень. И вторую одень. А третья где? Кто забрал? Леш, верни малому шапку. Слушай, мало ли, вдруг у них это... Заразная. Мой к вашему сам не подойдет. Обучим. Ой, да что вы так за этих детей переживаете? Я понять не могу. Господи, что с ними будет? Он у меня малый, наспор. Качелю лизнул. Всю ночь простоял и не заболел. А что ж ты ему не помог? Да. Как? Он же со мной поспорил. Я с другой стороны качели стоял. Вот я заболел. Понятно. Лёва, ты отойди от них обоих. Походу они оба заразные. Сыночек, прими витаминки, чтобы не заболеть. Ой, ёдь, чтобы не заболеть. Лёша, малый, иди сюда. Быстро. Повернись. Чтобы не заболеть. Иди, катайся. Кстати, будете? Нет, нет, спасибо. У меня свои методы. Слушайте, вы столько таблеток жрете, предохраняетесь. Как вы вообще забеременели? Случайно. Мы и дни высчитывали, и таблетки принимали. Но было уже поздно, седьмой месяц. Давай без подробностей. Вот, смотри, пацаны наши уже снеговую бабу лепят. Мой шары катает. Сыночек, отойди от шара, чтобы тебя не придавило. Ага. Лёша! Лёша, ну куда ты морковку тычешь? Морковка, это нос! Папа тогда пошутил. Ну и что? Я прошу прощения. Это ваш там носица? Ну мой, а что? Пускай извиниться за то, что бьется и снегом кормит. Ну ладно, давайте, зовите своего сына, извиниться. Причём здесь сын. Он меня бьёт и снегом кормит. Ещё по кокам дал. Извините. А, это, наверное, не мой сын. Если б мой ударил, ты б не встал. Это ваш, походу. Слушай, мужик, я тебя научу блок ставить от этого приёма. Смотри, давай, ты сейчас будешь меня обить, а я такой... Придурок! Там же лампочки с подъезда, ё-моё! Извиняться не надо. Иди отсюда! Идиот! Папа, папа, мне надоело на санках кататься. Надоело на санках кататься? На, летай на парашюте. Ура! У меня есть парашют! А вы своему на Новый год что подарите? Ну, наверное, BMW. BMW? Не, ну, не настоящую, игрушечную. А, да, 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 да. Но четырёхлитровую. А вы? А я своему тоже BMW подарю. Чего? Только десяти литровая. Чего? Не бывает десяти литровых. Чёрный! Матовый! Такая только у тебя и у Майкла Джексона. Ага. Только я ему, конечно, сразу её дарить не буду. Пускай он вначале Тойоту сотрёт. А как же праздничное настроение? Сказка для ребёнка? А я своему малому сразу сказал, что Деда Мороза нет. Я б так не смог. Я могу за 200 гривен вашему рассказать. Поверьте, экономия начнётся уже в этом году. А я вот про то, что Деда Мороза не существует, узнал с видеокассеты моего отца. Сильно расстроились? Да нет, в принципе, там такая была кассета, что грустить не пришлось. Мы её всем классом смотрели. Ух, там Дед Мороз так Снегурочку наказывал. Вместе со Снеговиком. Слушайте, мужики, а вам не кажется, что в этом году как-то каникулы затянулись? Как затянулись? Они ещё не начались. В январе только. Вот гад, а, малый. Второй месяц нам лапшу на уши вешает, а? А вы не боитесь, что ваш малыш далеко убегает? Не боитесь, что потеряется? Ничего, жрать захочет, вернётся. Нет, мы так не можем. Мы ему специальные часики подарили с GPS-ом. И теперь каждую минутку видим, где он находится. Вот точечка, видите, к нам идёт. Ой, наверное, пить хочет. Сейчас отсюда выйдет. Сыночек. Папа, папа, смотри, что я нашёл. Э, часы моего сына отдайте. Как ты их снял? Там же секретный замок. Секретный замок? А малой, походу, способный. Слушай, малой, у меня тут куму в суде подарили браслетик. Там, похоже, замочек. Откроешь? 200 гривен. Так, всё, иди катайся, все финансовые вопросы со мной. Договоримся. Так, сыночек, не трогай руками. Это что ты, эта собачка наделала? Лёва, Лёва, не тревти вокруг какашки, всех заляпаешь. Лёш, Лёш, не вставляй в неё петарду. Мама опять всему двору стирать не будет. Блин, ну вот что у них за игры вообще? Дети. В наше время такого вообще не было. Я вот помню, мы любили просто гулять с отцом. Вот именно с отцом. Он у меня пожарным работал. Тогда, как только мороз, приезжала огромная красная машина, заливала нам всю площадку, и мы в хоккей до отвери ломали клюшки, руки, ноги. Но счастливые были. Да. А меня бабка научил халабуду в сугробе делать. Так тепло и уютно. Мы там с пацанами штаб всё время делали. Да. А потом ещё на выходных с ним в снежки, на санках катались. Я же зимой никогда не болел. А вот у меня батя, мой батя, вот он такой вот... Короче, короче, надыбал, надыбал сурик и серебрянку. Сегодня как бахнем. Только мы сегодня по-умному, перед тем, как бахнуть, мы из лифта выйдем. Кто за мной, тот герой. Дурак какой-то. Так, что у тебя с батей? А что у меня с батей? Он сурик и серебрянку надыбал. Бать, стой! Лёшенька, давай догоняй папу и дедушку. Мы подъезд взрывать идём. Это ж наш подъезд. Стой, мужик! Давай догоняй! Сенатчик! Сенатчик мой! Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Дизель-шоу! На наши концерты не требуют визы. Дизель-шоу! Мы шутим о добром, вечном и милом, а всё остальное смотри мне эфира.